Раньше у нас на любом товаре была написана цена. Спички одна копейка, тетрадка две копейки и так далее. Инфляции практически не было и, соответственно, цены на все были достаточно стабильные. А если и изменялись, там увеличивались, то исключительно решением полетбюро ЦК КПСС по большим просьбам трудящихся. И вот эта оставшаяся стоимость квартиры БТИшная, это фактически те же самые остатки с советских времен, как надпись на тетрадке, стоимость ее две копейки. То, что их убрали, сделали кадастровой стоимостью, это логично. Это нормальный эволюционный процесс. Раз уж мы ушли от социалистической модели развития и ушли в капиталистическую, то этого нужно было ждать. Вовремя это сделано или не вовремя, раньше это надо было делать или позже это надо было делать. Здесь от меня комментариев не дождетесь, я не специалист. Это надо быть политиком, надо быть социологом, чтобы иметь право отвечать на этот вопрос авторитетно. Но то, что это сделано, это логично. Вопрос в том, как это сделано. Да, грубовато, топорно, огромное количество кадастровых оценок оспаривается в судах и суды выигрываются. Но это, опять же, на мой взгляд, это нормально. Это нормальный эволюционный процесс, это нормальная рабочая ситуация. Оценить стоимость банальной однокомнатной квартиры не так просто. Как бы просто это ни казалось, но тем не менее, это не так просто. А теперь представьте себе, что необходимо оценить всю страну. То есть переоценить целую страну, самую большую страну в мире. Это титаническая работа. Это титаническая и очень сложная работа. Естественно, что в этой титанической и очень сложной работе присутствует огромное количество факторов. И что люди, которые не имеют абсолютно никакого опыта, ну такого опыта просто ни у кого нет. Переоценка целой страны, чтобы было докучено огромное количество ляпов и косяков. Это абсолютно нормально. Естественно, с ними многие не согласны, но для этого существуют абсолютно нормальные гражданские процедуры. Обращаемся в суд, приводим свои аргументы. Соответственно, суд выигрываем. Происходит переоценка, с которой мы уже согласны. Это нормальный процесс. Вот этот сам закон, дай бог памяти, о изменении порядка исчисления налогов в период на катастрофную стоимость, по-моему, уже год назад приняли. Если мне память не изменяет. Как раз летом 2015 года. И вступил он в силу, как раз переоценка идет 2016 года. Там целая куча ограничений. Вводится он не чехом, он вводится постепенно. Это во-первых. Во-вторых, там предусмотрено огромное количество всяких социальных ограничений. То есть, там 20 квадратных метров, они налогом не облагаются вообще. Вот. То есть, в принципе, всяких послаблений, льгот и так далее, там достаточно много. И если проживающий внутри бульварного кольца в Москве одиноким пенсионер, понятное дело, не потянет налоги на 5-комнатную квартиру, то он имеет возможность отстоять свои интересы, получить льготы и не платить тот налог, который он, в принципе, должен был бы платить за эту квартиру. То есть, у нас государство все-таки остается социальным. Насколько он сможет это сделать, насколько он хочет этим заниматься, это уже вопрос непосредственно к этому пенсионеру. Надо оно ему или не надо, может он, не может. И переадресовывать этот вопрос стоит уже больше всяким органам социальной защиты. Если человек не обладает никакими льготами, если он там прописан один единственный на этой жилплощади, или вообще там никто не прописан, он там единственный собственник, и это у него пятое, там не первое жилье. Почему нет? Ты обладаешь излишней жилплощадью. Эту жилплощадь ты имеешь полное право по закону использовать для получения доходов. Если ты ее не используешь, она у тебя просто закрыта, тем не менее, ее же нужно обслуживать. Ее также нужно топить, также нужно убирать. Ну и банально, большая часть налог идет все-таки на защиту. Соответственно, эту квартиру также защищает полиция, также защищает армия. Почему за нее не должны брать налоги? Если вы купите какую-нибудь дорогую машину, там, не знаю, Бентли какой-нибудь, или он вам по наследству достанется и будет стоять у вас гнить в гараже, это же не значит, что вы за него не должны платить налоги. То же самое имущество. Не используй, продай. Не хочешь продавать, зачем ты держишь? Так это твои проблемы. Почему кто-то должен из-за того, что ты не используешь какое-то свое имущество делать тебе какие-то скидки?